И всем привет, ребят! С вами Мистер Баненька. Я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен новому режиму, который у нас появился сегодня. Сегодня у нас пятница, 10 декабря. И сегодня у нас в игре появился режим, в котором нету дронов, нету овердрайвов, нету даже резистов и устройств. Сегодня мы скатаем в нем, посмотрим, что он из себя представляет. Как по мне, я еще, конечно, не сыграл, мне лишь просто сказали, что там как и работает. И исходя из того, что у нас было вчера, мне кажется, что это очень хороший режим, с первого взгляда, ну не знаю, да, то есть, на котором можно будет очень круто поиграть. И нужно не забывать, что у нас работает фулл расходка в этом режиме, поэтому посмотрим, сделаем небольшой обзорчик на этот режим, поддерживайте видос лайком. Ну и, возможно, я для вас покажу какое-то одно, может даже не одно крутое сочетание, на котором в этом режиме вы сможете играть. Я бы чуть-чуть поразмыслил, чуть-чуть подумал, что же может в таком режиме нагибать, в котором есть фулл расходка, нету устройств, нету овердрайвов, нету дронов. И принял решение, что Викафриз это очень крутое вооружение, на котором можно будет попробовать быстро и повозить флаги, и поуничтожать противника, и при этом быть максимально эффективным. Понятное дело, что это 6 на 6, и количество слабых игроков будет большое, поэтому, может быть, если мне там не повезет с командой, будет очень тяжело. Но Викафриз это вот оптимальное, очень крутое вооружение, на котором, мне кажется, что можно будет показать очень достойный результат. Я также думал, может быть, поиграть на каком-нибудь легком корпусе, да, по типу там Харьковаспа, но мне кажется, что это будет очень и очень тяжело, при том, если там, например, какая-нибудь рельса будет вам стрелять, или еще какая-нибудь там сплэш-пушка, которая наносит большое количество урона, то выжить будет крайне и крайне тяжело. Поэтому Викинг в этом плане оптимальный корпус, и Викафриз это, наверное, то сочетание, которое когда-то было очень и очень актуальным в матчмейкинге, в захвате флага. Поэтому я надеюсь, что у нас сейчас получится показать хороший результат, и попробовать, попробовать дать что-то жесткое, что-то интересное, запикивает меня в новую катку. Напоминаю, что у нас в этом режиме фулл расходка, и единственный момент, я вот не знаю, МПК здесь работает или не работает, да, первого быстро мы сдуваем, аптечка, ой-ой, Тесла меня жестко, конечно, приняла, но ничего страшного, ничего страшного в этом нету, один заход Тесла, может быть, примет, а вот дальше что с ней будет, я уже не знаю. Чем уникален Викафриз в таких режимах, это то, что сейчас у нас ДДшка у противника улетает за счет заморозки, и вас очень и очень тяжело будет слить в моменте, а вы при всем этом раскладе сможете наносить очень и очень достойный урон. Также на Викафризе очень удобно принимать противника и играть от дефа, если вы, например, повели по счету, ну и вообще сочетание такое очень динамичное, игровое, и для таких вот ивентовых спецкарт и режимов, оно будет очень и очень хорошо заходить, как по мне, пробуем увозить первый флаг, чуть-чуть подморозки по харьку, здесь оформляем, также нужно не забывать, что у нас сейчас еще и новый баланс пушек средней дальности и большой дальности, то есть с продувом моим ничего не произошло, а вот что сейчас у нас будет, например, с каким-нибудь там громом, гауссом, твинсом, молотом, я вот не знаю, да, то есть на них может быть не очень комфортно, да, но мы работаем чисто на задувочку контентовую, и пока вроде как я с ней справляюсь, 9 киллов я уже надул, можно сейчас вернуть флаг, возвратик оформляется, доставка будет ли? Нет, противник здесь даже, похоже, еще и у нас вернет, да, аптечки только вот у меня нет, вот эта проблема, конечно, большая, быстро меня здесь сливает, надеюсь, тиммейты хоть отведут флаг, что если сейчас противник доставят, то не будет так жестко и круто. 140 очков, посмотрим вообще, сколько смогу здесь заработать за катку, да, пока, конечно, ну не все так просто, нужно понимать, что нету дронов, да, нет у меня такого какого-то большого преимущества над оппонентом, но с одной стороны это даже круто, да, то есть у тебя нет преимущества, ты примерно на равных, и тут уже по большей части все зависит от твоего скилла и от того, что ты делаешь на карте. Ну и понятное дело, что также, как я уже сказал до этого, до начала боя, то что здесь будет также решать в какой-то степени команда, да, то есть со слабой командой будет очень и очень тяжело выигрывать, но если у тебя есть, например, Вика Фриз такой жесткий, и ты будешь на себя хотя бы играть на очки, будешь уничтожить противника, то уже в целом ты свою прибыль с такой катки заберешь. Так, тиммейт наш ставит первый флаг, это очень хорошо, сразу прушим правую зону, Вика Жига, я понимаю, хочет отыграть чуть от дефа, посмотрим, уф, это что я словил, дабл мину или критическую мину? Что-то как-то очень много залетело урона, я почему-то подумал, что этот, это Вика Жига на широко поставил там миночку, он близко поставил к стене, я ее так очень неприятно словил. Так, аптечки у меня уже нет, у Теслы здесь, конечно, у них от дефа жестко играет, нужно как-то придумать, как здесь увести, офигеть, опять я минус хавал, но у нас тиммейт вроде как увозит. Я бы вообще, если мы, например, сейчас досрочку сделали в этой катке, я бы, наверное, попробовал бы сыграть каточку на, как я хотел, на легком корпусе, да, то есть на харьке, на васпе, и можно даже, например, пушку не менять и сыграть, посмотреть вообще, что будет происходить у нас. Будет ли это работать, будет ли в этом какая-то эффективность, но пока, видите, вот Мамонта Тесла, например, довольно плотно меня принимает, если бы, например, я бы сейчас играл бы не на вот флага, а где-нибудь на киллы по правой зоне разыгрывал, то мне кажется, я бы мог бы очень-очень неплохо очков собирать с оппонента. Но пока из-за вот этой вот толстой туши, которая стоит у них на флаге, у меня по очкам как-то, ну, так себе идет. Сначала там было неплохое, а сейчас как-то очень и очень неуверенно. Еще и противник доставочку оформляет 2-2. Может, давайте попробуем тогда где-нибудь тут от центра поиграть, подождать, пока у Мамонта, например, будет кулдаун расходки, и потом уже от него отыграть. А, тут еще и страйкер у них тоже в дефе стоит. Ну, либо с тиммейтами вместе зайти, попробовать увести. Да, может быть, это не сверх какой-то будет прибыльный, конечно, режим. Но я думаю, что здесь по большей части не в прибыли дело. А дело в том, что, ну, режим должен быть таким более простым. И при этом интересно. Ой-ой-ой, Зидочка хорошо жестко поймала. Супер, супер, как в старой доброй доставочку оформляем. Шикарно. Так, ну, 3-2, это уже неплохо. Главное сейчас чуть подсевить свой флаг, чтобы этот викорик, например, не увез. И у нас, например, тиммейт уже тоже увозит. Давайте пробуем тогда засейвить флажочек. Хорошо. Плохо, конечно, что нет устройств. Если бы в этом режиме были бы устройства, и хоть была бы даже фулл расходка, я бы точно взял бы с Дика Страйкера здесь. Я уверен, что Дика Страйкер бы показал бы себя очень и очень круто. Можно было бы на нем постараться здесь по полторуфке даже какой-нибудь давать. То есть Дика Страйкером дистанционным подрывом. Это прям максимально удачная и хорошая карта по динамике, на которой можно играть. Даже если бы не было бы дронов и не было бы овердрайвов. Я для себя так и предполагал, что это Дика Страйкера будет карта жесткая. Но, к сожалению, у нас устройства не добавили. А Дика Страйкер без дистанционного подрыва это уже, ну, такой себе Страйкер. Не очень жесткий, не очень интересный. И, ну, не сможет он уже выдать такого прям контентового результата. Так, 5-2 мы ведем. 5-2 ведем. Очень хорошо, очень хорошо пока что складывается для нас эта катка. Постараемся сейчас еще покидать. Также, друзья, надо не забывать, что у нас особая миссия на CTF. И поэтому ребята под вечер должны здесь более уже интересно играть. Более жесткие, которые понимают, что нужно делать в игре. И, в принципе, по вот этому бою я могу сказать, что, ну, прям таких конкретных валенков, которые расходку не прожимают и не понимают, что делать на карте, вроде как в бою у нас нет. И это, конечно, не может не радовать. С одной стороны, с другой стороны, ну, может быть, где-то чуть потяжелее будет, да. И очков вы чуть меньше нафармите. Но я уж больше за интересный бой, чем там за супер-мега-крутой какой-то бомбический фарм. Если уж так рассмотреть все это дело. Ну и 500-ку я свою уже дал за 7-минутный бой. Ну, не сказать, что это, наверное, сверх много. Но 23 кила, наверное, нормально. Наверное, хорошо. При том, что я там выпушивал зону и терял очень много хп на оппоненте, который просто меня принимал на Мамонта Тесле, да. И на вот этом Титана Страйкере. Поэтому я, наверное, скажу, что это неплохо. И мы еще и выигрываем. Супер. 3000. 3000 за 7 минут. Но немного. Немного, да. Честно говоря, немного. Я думал, что здесь побольше можно будет кристаллов заработать. Ну, давайте сыграем, раз мы уже завершили катку с досрочкой, давайте, я думаю, что сыграем еще одну катку. И сыграем ее уже на васпофрезе. Или, может, на васпожиге. Васпожига. Сработает васпожига? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Может быть, васпожига старая добрая сейчас покажет очень контентовый результат. Быть может. Ну, конечно, без компактных баллонов на васпожиге будет тяжело. Но я помню, когда я на песке на васпожижечке играл. И мне очень и очень нравилось. Главное, чтобы меня сейчас где-то мины не взрывали, не шоттало. И тогда будет все очень даже неплохо. Ну, посмотрим, посмотрим. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы. Главное, чтобы тиммейты нормальные были. Так. Это очень-очень долго грузит в катку. Походу, начатый какой-то бой. Или у меня вообще? Крита. Нет, крита нету. Ну, мы летим 3-0. Ух. Ну, это тяжелое будет. Если мы 3-0 летим. О, поджог хороший, кстати. Поджог по противничку хороший. Но мы летим 3-0. И у нас как-то, ну, такое сейчас может получаться в этом бою. Алекс Боярчик против. Также этот режим можно пикать группой. Нужно не забывать, да, против может быть даже группой играет. Я не знаю. Ну, я попробую сейчас покидать. Поподжигать. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Может, даже группу против играет. 4-0 я уже отлетаю. Но, господжигачка, это вообще бомбовое сочетание. Вообще бомбовое. Если особо там противников не будет таких прям группы каких-то играть, а у меня какие-то валенки. То может, что-то, что-то и получится интересное. Может, даже и тут получится. С 0-4 камбэкнуть. За 2 минуты 4 флага нам уже доставили. Попробуем увести. Есть тайминг неплохой. Подвоз. Тиммейты сейчас, скорее всего, сбреют. Пробую сейчас слить вот этого пассажира. Отлично. Тиммейт увозит. Хорошо. И... Ой-ой-ой, а что делает наш тиммейт? Ну, что-то как-то не совсем грамотно, молодой человек. А вы отыгрываете. Нужно было сыграть пограмотнее в его исполнении. Ну, и у нас команда ливает. Может, мне лучше перепикнуть? Я хоть и не любитель перепикивать бои, но... Когда я лечу 4-0. И у меня команды нет. Ну, наверное, тут... Можно было бы сделать перепикчик. Чтобы посмотреть вообще. Ну, либо сейчас посмотрим. Может, кто кого-нибудь мне закинет. Контентового. Какого-нибудь тиммейта контентового закинет. Который поможет мне вытянуть катку. Всякое может быть. Так, противник. Ну, да. Там вроде пати играет. Там какие-то скидки грамотные делают ребята. Понимают в этой игре. Что-то у них получается в этой игре. Ну, у вас пожига, кстати, смотрится посимпатичнее, чем Вика Фрис. Прямо вот динамика присутствует у этого вооружения. Но это уже 6-0. Да, ну ладно. Сейчас запикаем в новую хаточку. В новую хаточку. Я думаю, что там уже... Что-то интересное подъедет. Подъедет что-нибудь интересное. Ну, одну бы доставку будем сделать. Хорошую. Ай, нет. К сожалению, нет. К сожалению, даже одной доставки мне не дают сделать. Мне говорят, стопуй. Притормози своих коней, Вась. Но смотрится прикольно. Мне нравится вроде как. А, может один доставим хоть? Не в сухарь? Гой не в сухарь? Гой не в сухарь, братанчик. А, понял. Это чел жесткий, конечно, скидки оформляет. Я сейчас из-за него доставить не успею. Не, успею, нормально. Хорошо, доставочка есть. Ну, хоть не в сухую. Это уже тоже неплохо. Уже тоже результат. Как-никак. И надо 9 тысяч очков, да, набить в CTF? Ой, 9 тысяч очков, это, конечно, много. 9 тысяч очков, это, конечно, много. Так, попробуем отвести. Ой, не успел аптечку прожать. Да. Ну и доставку нам привозят. Ладно, давайте быстро прожить. Быстрый бой нажимаем. Надеюсь, что меня закинет. Только не против них меня закинет. То есть, против них закинет, я не знаю, что я там буду делать. Если меня против этого же пати кинет, будет очень-очень тяжело. Если они так играют, пикают на этот песок. Опять какая-нибудь бесшансовая пойдет катка. Не. Так, ну, вроде как, этих нагибаторов нету. Так. Полетели, полетели, полетели. Пока ребята грузятся, может, я уже первую доставку оформлю. Сейчас увидим. Респу, наверное, даю. Ой, по респу это я зря, кстати, поехал. Можно было уехать справа. Я что-то думал, подольше будут ребята грузиться в бой. Они как-то довольно быстро прогрузились. Еще немножко непривычно то, что сразу фул расходку можно прожать. Вот этот момент немножко непривычен. Паукан, кстати, неплохо урон наносит. Паукану, может быть, тоже здесь есть смысл поиграть. У нас флажочек отвезли, ребятки. Ой-ой-ой-ой. Тише-тише-тише-тише. Давай-давай. Ну, скидывать, конечно, тут ребята так себе флаги. Не очень интересно. Так, по старой схеме поджег. Так, через верхний ярус даем контентовый. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня сейчас утушат, я чувствую. Я чувствую, меня сейчас утушат. Скидку под тиммейт оформляю. Смотрите, что делают противники. Один старается слить флаг. Второй стоит у нас на доставке. Хантера Жига с приваренной башней газует на возврат. Ну, какая-то такая у них команда прям сверх жестких нагибаторов. Вот это у нас Титана Тесла, кстати, хорошая запикалась. У него противника должен быть кулдаун расходки, по идее. Мне так кажется. Если у него когда расходки, может получится вернуть флаг. По-моему, минус не упасть. Да, есть шанс на возврат. А у него расходочка уже появилась. Давайте попробуем. Ай, 0 хп осталось. Ну, сгорит. Ну, точно сгорит. Так. У нас тиммейт писал, что надо им помочь. Надо помочь. Кулдаун расходки. Уже кулдаун прошел. Боюсь, кто-нибудь возьмет флаг. Я время пустую не терял. Парек. Ну, уже прикольно смотрится. Хп, конечно, не хватает. Моментами это видно, что хп такое, если с хп есть проблемы. Но вообще прикольно смотрится. Мне нравится. Смотрится прикольно. Но это возврат. Здесь меня, типа, 100% подпускает. К себе. Единственное, там мина. Только могла быть где-то. Да, возвратик есть. А у нас тоже вернули. Так. Ну, и может быть, я увезу. Если не сгорю. Сгорю или не сгорю. Не, не сгорел. Но у нас тоже в дефидырка. У нас в дефидырка флаг скинул. В аптечку подобрать. Никто тут не едет. Тогда сам доставлю. Че, дроповую нетружечку заберу. Так. Первая доставочка есть. На васпожиге даже как-то по кайфу, если честно. Как в старые добрые времена у васпожижечка. Можно и на среднем каком-нибудь погонять. Дроповая расходка тоже решает свои. Свои плюсы есть. Так, только подлагивать. Не подлагивай, пожалуйста. Игра. Так. Ну, не знаю, чтобы мы как-то ребята отдефали. Иначе он меня вернул сейчас. Они сейчас вернут. Ой-ой-ой-ой-ой. Помогите. А, понял. Ну, команда такая жесткая. Не вернули. А, да. Я понял. О. Лайк ставлю. Хорошая команда. Работает как часы. Жестко. Жестко, жестко. А, противник там даже не ставит, да? А, не, додумался. Он даже не додумается. Так, ну это ОС. У СТ я точно увезу. Блин, вот если бы типа у нас стоял в депе, я бы тут уже бы флага 3-4 поставил бы спокойно. В легкую. Если бы просто тип бы стоял бы на Титане в дефе. Просто Титанчик в дефе бы стоял бы и все, я бы понаваливал бы. На увозах. Было бы вообще жестко. 320 очков. Но это похоже, кстати, на катку, которая будет без досрочки. И вот заодно будет интересно посмотреть, сколько я без досрочки здесь смогу заработать. Потому что, по сути, у нас тут тиммейты такие себе. И противники такие же самые. Не очень. Что противники, что тиммейты. А, я вернуть-то я не вернул. А у нас там этот тип уехал. Ейц, приваренный башней куда-то. Газует куда-то на плюс в своем. Ладно, пусть держит. Пусть держит, может у него что-то получится. Тан там зажимает. Паспик, что-то тут. Блин, кстати, страйкер неплохо урон наносит. Может на страйкере все-таки надо было попробовать. Хоть и без устройства, но на страйкере. Ладно. Этого я уже в этом видеоролике точно не рассмотрю. Но по ощущениям урон очень неплохой. Может быть, мы рассмотрим это попозже. Позже тоже смотрится прикольно. Так. Тиммейта дефует. Деф, 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 деф. Хорошо. Еще бы вот этого слить. Покидать хотя бы урона. Покидайте по нему. Хорошо. 3-2. Тушим потихой. Я пока на фулл концентрации. 450 очков. Пока вроде неплохо. Пока вроде неплохо. Так, надо дефать. Надо дефать, чтобы он не увез. Хорошо. Наш тиммейт увез. Ложочек. Аптечки рубятся очень жестко. Флаг, 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 флаг. Андрюшку, Андрюшку подстраховать. Андрюндель. Андрюндель доставил. Хороший Андрюндель. Андрюндель красавец. Так, 500-ком. У нас увоз. У нас увоз. И у нас титана Тесла, которая едет вот так вот. Это, конечно, тип жесткий. Он успеет подобрать хоть? Успел, красава. Не подобрал бы. Я бы не вернул бы. Так, поджога чуть дал. Две аптеки степов снял. Уже неплохой результат. Если сейчас бы еще бы подборчик бы успел бы дать. Было бы вообще супер. Так, вулканчика. Должна башня быть такая у него. Очень приваренная. Очень кислая башня у него должна быть. Да, 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 да. Вот так вот можно. Вот так вот можно просто залазить. И он со своей приварочкой, пока там раздуплится, у него уже пол момента пройдет контент. Вот так. 4-2. 4-2, 4-2, 4-2. Надо вот этого пулика сливать. Пулика сливать. Обязательно. Давай, 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 типочек. Давай, хорошо. Хорошо, еще. Еще, еще, еще. Еще. Добавки, добавки. Добавочки. Добавочки. Ну, что вы, ну, куда вы такие доставки даете? Там типы по доставке попасть не могут. Боже, какие крипы играют. Это прям как на этом самом. Прям как на Воспасмоке. Такие же самые типы играют. Так, у нас флаг ушел. Ты бы кому-нибудь бы скинул, если честно? Андрюндель. Давай. Хоть кто-то понимающий есть в команде. Кто-то понимает, что я от них хочу. Так, покидаем. Покидаем. Блин, ну, это как в старые добрые. Без дронов, без овердрайвов. Блин, ну, кайф, кайф, кайф. Кайф, что хотя бы такие режимы делают. Кайф. Наверное, тем ребятам, которые имеют фулл прокачки, фулл дроны, фулл гаражи, им, наверное, не особо заходит игра в таких режимах. А мне нравится. Честно говоря. Блин, типа они слил, честно. Он, честно, нулячий остался. Он точно нулячий. Так, я на КД напишу. Да нормально, нормально, держи, ничего страшного. Не переживай. Переживай, никто тебя не сольет. У них там команда-то. Два типа, который особо-то и делать ничего не умеет. Давай. Блин, почти возврат оформил. Может, тиммейт оформит? Тиммейт, тиммейт. Давай, давай, давай. Не доехал чуть-чуть. Чуть-чуть не доехал. Но шанс был, кстати, на возврат. Хороший был даже шанс, я бы сказал. Этих бы двоих задуть. Хорошо. Хорошо. Урожай собрал. И мину тоже собрал. Так, а что там, скидка? Скидка под мамонта? Ох, какой-то на жесткий у нас мамонт появился. И лак сервера тоже очень великолепный. У них скидка флага произошла. Может, на этой скидочке возвратик бы оформить? Нет? На скидочке можно было бы и возвратик оформить? Олег пушит нашего тиммейта. Сейчас узнаем, зря я его пропустил или не зря. Умеет он его отбить? Да, вроде отбивает. Так, ну пока что они что-то как-то дефят. Что-то как-то дефят. Что-то как-то как-то неприятненько. Что-то как-то неприятненько вы дефите, молодые. Я, конечно, с респа по двоих могу срубать. И, в принципе, мне этого, наверное, будет достаточно, если я буду двоих срубать. Ох, донатерша. Не донатерша, вернее. Нормально увезла. Так, можно доставочку. Доставочку, доставочку, доставочку. Давай, чел, врежьте. Врежьте на своем страйкере. Куда-нибудь. Хорош, стены собрал. Давай, 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 давай. Карена, карена, надо ночь. Ай. Ну, хп в момент тебе не хватает, конечно. Хотелось бы, чтобы было побольше хпшечки у меня. Ну, что ж поделаешь. Что ж поделаешь. Ничего не поделаешь. Оп. Возврат. Давай, давай. Оп. Ну, как? Ну, на флэша бы я точно вернул. Ну, это, блин, мне сразу борду напомнило, где. Как же самоплаги не возвращались у нас. Ну, это неприятно, конечно. Что там падает? Тыща? Тыщенка падает. Давайте, давайте. За голдами, за голдами, ребяточки. За голдами. Все за голдами. Все за голдами. А на возврат. Давай. Так вот с разворотика. Хорошо, хорошо, хорошо. Заехал, заехал. И-и-и. Вернул. Супер, бомба. Доставочку. Оформляем. Сделайте. Ну, блин, что я. О, хорош. Зря келял, что ли. Так. Сейчас надо увезти еще. Контентовый увезти, увезти, увезти. Давай, давай, давай. Работаем на ООС. Так, не только мне... Блин, не хотел подбирать, если честно. Я хотел слить вот этих типов. Уф, уф. Ничего себе. Вот это я, конечно, сейчас дал. Вот это я сейчас траекторию дал контентовую. Вот это сюда просто залетело. Сюда доставочка. Сюда. Девятьсотка есть. Ну, что, может какую шестерку, если мне дадут? Будет неплохо. Без дронов и без повышенной траты расходки. Наверное, неплохо будет. У вас пожирочка. Вот у вас пожирочка. Ну, страйкер тоже смотрится симпатично, если честно. Страйкер, может, даже у вас по страйкер. Или дико страйкер. Ну, дико страйкер. Не знаю. Без дистанционочки, конечно. Тяжеловато будет. Но нужно понимать, что криты есть у страйкера. Что урон хороший. Плюс резистов нету там. Залетать должно очень плотно. Может, и будет работать. И кио знает. И кио знает. Может, и будет работать. Так, возвратик оформим. Возвратик оформим, я доставлю. Ребяточки. Возвратик. Скину. Скину братанам своим. Пусть подержит. Поконтролирует. Поконтролирует. Сколько там у вас набил? О, он набил очень мало. 200 очков у вас набил. Я думал, что он много набил. Ну, с пожига, да. Динамика. Это наше все. Табуреточки. Это то, что надо. Табуретки. Паревер. Так, и возвратик давайте теперь. Мину, конечно, ты поставил. Но не хорошую ты мину поставил. Не рабочую. Все, можно оформлять доставочку. Давайте. Хорошо. Сколько? Ты еще не добил, да? 6 кусков? А, за тысяченку. Отлично. С досрочек. Отлично. Мне нравится. Не знаю. Не знаю. Там я сегодня спросил у всех. Да. У Витальки. У Артемчика. Все сказали, что режим фуфил. Никому он не понравился. Не нагибаторский. Играть на нем некомфортно. Тянуть не потянут, ребяточки. Да. То есть привыкли сыграть с дрончиками. С овердрайвами. С тем, что у них есть какое-то дополнительное преимущество. Дополнительное преимущество в резистах. А мне нормально? Не знаю. Не знаю. Вот пишите, что вы думаете, ребят, по этому поводу. Сыграли вы в этом режиме или нет. Но я уверен, что я вот еще на вас по жижечке. Точно залечу сюда. И еще погоняю. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал. Прожимайте колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.